Всем привет, меня зовут Анна Рубцова, и я предлагаю вместе со мной нарисовать интересный и завораживающий сюжет, как лодка на озере. А чтобы он стал еще более интересным, я решила добавить туда милого пушистого питомца. Я начинаю с простого карандаша и нахожу композицию в листе. Первым делом ограничиваю себе рабочее пространство, поскольку я выбрала довольно большой формат бумаги. Это А4 скетчбук на спирали от скетчмаркер, 220 грамм плотностью, двухсторонняя маркерная специальная бумага. И после того, как я разграничила, я могу распределить, где у меня будут находиться какие объекты. Зазначаю примерно, где у меня находятся горы, где они заканчиваются, а также намечаю лодку, главный объект, который у нас присутствует на нашей работе и на нашем фотореференсе. Поскольку на фотореференсе за нас уже решили всю композицию, интересную перспективу выбрали, построить песницу уходящую в воду не будет большой проблемы. Помните, когда вы изменяете, как например я, горы, что в отражении он будет таким же, как вы его нарисовали наверху. Перед работой красным карандашом я чуть-чуть стираю простой карандаш. Так он будет меньше пачкаться и мне будет легче. Ориентиры у меня остаются, но множество линий мне не мешает. Я намечаю лодку. С ней работать довольно просто, потому что она находится не слишком близко и большинство деталей уходит в некие тени, полутени и там очень какой-то мелкой проработки не требуется. Музыка. 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 Когда речь заходит уже о горах и воде, именно точнее об отражении, там я буду работать более мягко. С горами тоже не советую делать идеальный контур, потому что горы находятся вдали и они немножко должны уходить на задний план. Поэтому, как видите, линия часто прерывистая и довольно-таки легкая. Как вы видите, в отражении я работаю еще более проревистым днем. Когда нам нужно вписать какой-то дополнительный объект в уже готовую композицию, нужно учитывать его объем. Помните, что собака, когда сидит, у нее не только передние лапы присутствуют, но и сзади тоже довольно много всего. И нужно понимать, во-первых, найти желательно идеальный ракурс, если вы рисуете с фото, либо взять и понять, разобрать построение примерной собаки, чтобы понимать, какой там будет сзади объем, сколько будет примерно занимать попа, спина и так далее. И усаживайте на предмет, то есть на пол лодки, грамотно, чтобы она не врезалась в детали лодки и помещалась полностью. Собачка у меня получилась крупновато, но мне захотелось ее сделать чуть крупнее, потому что если бы я ее сделала мельче, это была бы уже немножко другого рода работа. Мне кажется, собачка уже начала бы теряться на общем фоне. А так она получилась довольно ярким и контрастным таким интересным пятном. Вот такую палитру я подобрала. Я использую только маркер и скетчмаркер в этой работе. Начинаю с довольно светлого, теплого подтона. За счет воды появляется такой зеленоватый оттенок гор. Хотя если присмотреться к горам сверху, то видно, что они немножко розоваты. После того, как я сделала теплую подложку, я также прохожусь сразу светлым голубым оттенком. Именно за счет вот такой цветной подложки у меня не останется белых участков и ваша работа будет сложнее. Да, с одной стороны мы можем с вами делать работу изначально более яркими, насыщенными оттенками, но в то же время она будет выглядеть более декоративной. Я же люблю, когда работы такие живописные, имеют многослойность, иногда прям очень сложные, интересные цвета. Я использовала в качестве теплого подтона О65, потом прошлась Б15 и по небу я прохожусь более таким теплым оттенком. Это Б125. Там, где мне не нравится, что получились полосы, я чуть-чуть размываю блендером. И вот я начинаю постепенно прорабатывать горы. Сразу нахожу свет и тень и намечаю себе, чтобы не запутаться вследствие. Этот этап очень важный и советую не пропускать его. Также я нахожу тени и свет на такой светлой собачке. Казалось бы, она белая, но тем не менее, она не идеально белая. Там есть и голубые, и даже где-то коричневые оттенки. Нужно быть к этому внимательным. И заметьте, что я не прошлась до конца в некоторых местах, дорисовывая горы, потому что там присутствуют облачка. И нужно оставлять такую некую мягкость. На рифернице мы видим довольно темно-зеленый, но, как я уже сказала, мне нравится такая более вописная техника. И я не тороплюсь сделать сразу как можно темнее, как можно ярче. Я именно работаю, как в акварели. Иду от светлого к темному, постепенно наслаивая, набирая тон. Делаю все очень легкими штрихами. И вот за счет этих легких штрихов, за счет наконечника кисть, можно сделать очень классные, такие очень легкие штрихи, которые будут смотреться великолепно. Если вы хотите поменять немножко оттенок, где-то приглушить, вы спокойно можете использовать, например, по этому светло-зеленому я прохожусь B125. И он сразу становится глубже, интереснее и менее таким насыщенным, ярким. И вот я прорабатываю уже более насыщенным оттенком, таким более, даже мне он кажется джинсовым. Это B63. Он не слишком насыщенный, отлично подошел для гор. Смотрится замечательно. В B114 я начинаю добавлять текстуры на горах, формы, чтобы они не смотрелись плоскими. И сразу же перехожу и на отражение. Но, заметьте, на отражении я работаю не совсем так, как работаю с горами. И штрихи все-таки кладу более вертикально. Именно за счет этого появляется вот это состояние отражения в воде. Такие вертикальные, аккуратные штрихи, мазками, легкими. Этого эффекта можно добиться и пули, просто это займет чуть больше времени и, скажем так, более сложных этапов и размытия блендером. Я стараюсь работать сразу и сверху, и снизу. Если я что-то проделала наверху, стараюсь в отражение добавить эти же оттенки, чтобы вся работа постепенно шла. Там, где у нас начинается вода, я обязательно прохожусь в B15, чуть подразмывая край, чтобы не было вот этого жесткого перехода от гор к воде. К тому же там есть освещенная зона, которую нужно оставить светлым. Итак, в тенях я начинаю проходиться B51. Он опять-таки не слишком яркий и очень хорошо подходит для того, чтобы сделать именно вот такие вот аккуратные, не кричащие задние планы. Сразу же добавляю на отражение, где это необходимо. В B63 я размываю немножечко. В B51 получается такой именно вот акварельный эффект размытия, очень нежный и красивый. За счет этого получаются нежесткие края у заливок, все так аккуратненько. И еще раз повторюсь, не кричащие. Для меня это очень важно было в этой работе, передать эту мягкость на фоне. Очень важно, смотрите, что горы рядом с водой и вода, там не идеально ровная линия. Они тоже имеют некий рельеф, то есть вот этот берег, он имеет рельеф. И нам нужно это ощущение оставить. Там, где необходимо добавить тени, я чуть дольше задерживаюсь маркером и получаются прям более глубокие такие заливки. Но не пристарайтесь, если вы работаете на более тонкой бумаге, может получиться такой глянцевый эффект. Продолжение следует... Добавляю такого розового, более теплого цвета на фон, усложняю оттенок гор, делаю его более интересным. Особенно вот на грани между цветом и теней, это добавляет такого объема жизни в работу. Дальше в работу введет BG62. Чтобы вода засветилась, нужно обязательно проходиться более яркими оттенками по краям светлых заливок, более яркими, более насыщенными. И вот я начинаю постепенно прорабатывать отражения. Заодно, видите, где-то в отражении я добавила цвет, и я этот же цвет добавляю на горы. С помощью блендера я смягчаю некоторые заливки, чтобы они смотрелись более плавно. И могу также где-то убрать излишки цвета и добавить фактуры. Так вот я сейчас делаю на горе сзади. Я знаю, что не всем нравятся такие вот расплывчатые пятнышки, но мне они очень нравятся. Я иногда даже работаю отдельно просто спиртом. Я использую специальный спирт, который можно купить вам в художественных арт-магазинах. И этим спиртом можно делать замечательные, просто великолепные эффекты на работах с спиртовыми маркерами. Углубляю где-то в необходимой тени. Если вы хотите получить яркую, интересную, такую насыщенную работу, вам придется работать довольно медленно. Ждать высыхания предыдущих слоев, потому что именно вот я работаю так акварельно. За счет этого у меня большинство работ мягкие, нежные. И это получается за счет вот этого вот смешивания оттенков, как будто работа по-сырому. А чем ярче вам нужно работать, тем больше вам нужно времени, чтобы высохли точно предыдущие слои. Поэтому где-то, если я затемняю, я сначала жду. Если мне необходимо какие-то моменты затемнить или сделать более насыщенным, я жду полного высыхания работы. И потом продолжаю. И также советую делать небольшие перерывы во время рисования. Это вам очень поможет отдохнуть от вашей работы, посмотреть на нее новым взглядом, понять, где чего не хватает, где что нужно добавить или исправить. В отражении работаю более холодными, зеленовато-голубыми оттенками. Не делаю подробной проработки света и тени, поскольку это все-таки отражение. И здесь, мне кажется, излишним будет прописывать каждую деталь. Лучше мы уделим внимание текстуре воды, добавим некие волны. И это все будет смотреться намного интереснее. Работаю G163, G153 и G165. Мне нравится использовать несколько оттенков одного и того же цвета и делать хорошие такие плавные ингредиенты. В принципе, можно обойтись и одним там цветом, чуть больше времени потратить на слоить его побольше, где-то необходимо, или наоборот, размывать его блендером. Но мне так все-таки кажется, это более грубой работой. И если у меня есть возможность, я лучше возьму один лишний вот этот оттенок дополнительный, промежуточный, который добавит этой плавности и красоты. И углубляю немножко. Мне очень нравится BG62. За счет него можно получить очень красивые тени. Вот я им сейчас прохожусь по лодке, по теням. Также я часто его использую, например, в портретах. Он тоже очень хорошо смотрится, особенно в мужских портретах. И вот работаем дальше с тенью. И дальше мы прорабатываем тени в отражении. Тени в отражении. Помимо работы с тенями, вот этим BG51, мы прорабатываем и ели, которые присутствуют на заднем плане. Перед тем, как приступить к воде, я решила проработать немножко песеля. И вот поработаю синим карандашиком. Отрисую детали. Тоже не сильно уходя в мелочи. Нам нужно сделать, чтобы не было перегрузов на поясню. Либо мы рисуем работу всю простую, либо мы рисуем сложную работу. Есть еще варианты, когда какая-то определенная деталь, например, в иллюстрации выделяется. Но тоже здесь нужно быть очень аккуратным. Если мы сделаем слишком проработанную собаку, то всю остальную композицию нужно будет доводить до этой собаки. Доделывать ее, чтобы она идеально к ней подходила. Я не хочу сильно много времени тратить на эту работу. Мне хочется добиться именно легкости, какой-то воздушности. Поэтому прям все очень аккуратно, понемножку. И переходим к теням на лодке. И заодно мы как раз и поработаем дальше с тенями рядом с собакой. То есть усаживаем ее прям в лодку, делаем тени от нее падающие. Это все сразу добавляет реалистичности. На самой собаке прорабатываю тени. Время работы над лодкой. Я беру О-73. Очень такой красивый оранжевый оттенок. Опять-таки не кричащий. Часто его использую как и в портретах, так и в фото иллюстрации. И вот здесь он очень хорошо ложится в те места, где нам нужно осветить и лодку, и прекрасные ступени. Очень здорово смотрится. На самой собачке я прохожусь у-24. Также я добавляю в отражение от лодки немножко у-73. Начинаю прорабатывать R-13 тени на лодке. Такие на грани, которые находятся. Между прям светом и тенью. Можно было бы использовать более коричневые оттенки, но чтобы лодка именно получилась яркой, контрастной, я добавляю именно розоватый оттенок. Если бы мы использовали коричневые цвета, то это бы не смотрелось настолько интересно. Также этим же оттенком я прохожусь по лестнице и по отражению. По теням я прохожусь в G-62, где-то их смягчаю, углубляя, делая более интимное. В зависимости от нужды я меняю наконечник. Где-то использую долотон, где-то использую кисть. Очень ярким акцентом является вот этот круг спасательный. Тем же R-13 делаю его чуточку объемнее. Обязательно пробуйте рисовать. Даже если для вас это какой-то непривычный сюжет, я думаю, будет интересно попробовать. Начинаю работать B-51, прохожусь по лодке, углубляю тени и начинаю приходить уже к теням на воде. Чуть дальше тень я смягчаю. Также видно, что где-то на тени присутствует на отражении вот этом темном отлодке присутствует некий рефлекс. Углубляю тень B-61. Это более насыщенный оттенок, более яркий. И именно его я буду сейчас использовать в воде. С помощью яркого G-153, G-165 я делаю более такой мягкий, красивый градиент на воде и в то же время вот эту яркую насыщенную воду. После я делаю промежуточную заливку на B-63 и уже только потом кладу яркий B-61. Тогда моя заливка будет более плавной и постепенно я начинаю размывать яркий оттенок. Если этого не сделать, то получится очень такой контрастный переход, который будет сильно привлекать к себе внимание. А так вы получите хороший, интересный, в то же время в некоторых местах такой узорный эффект, очень красивый. Не перестарайтесь, много тоже слоев кладки не стоит. Все в меру. Если же где-то не достает, можно пройтись поверх дополнительно. Я не трогаю сейчас, не заморачиваюсь с отражением следа от самолетом. Все делаю постепенно. Его я буду в основном дорабатывать белым карандашом. Теоретически можно было бы оставить сразу вот эту вот полосу, но тогда бы она смотрелась очень сильно выделялась и смотрелось бы немножко иначе. И было бы сложнее делать градиент. Вот так же темным B61 ярким таким я начинаю прорабатывать детали на лодке. Вот этот темный низ добавляю туда периодически A13 усложняет цвет, делая его интереснее. Выбой снизу первым. Также и на ступенье я добавляю B63. Я добавляю эти оттенки во все элементы, чтобы работа была гармоничной. Если я добавляю какой-то оттенок в одно место, я стараюсь его добавить еще немножко в других местах. И так будет смотреться все более цельно. Если вы новичок, старайтесь не брать сразу много разных цветов в работе. Это очень усложнит вам задачу. Постарайтесь сделать грамотные небольшие палитры. И потом, когда вы будете чувствовать себя уже в них комфортно, вы сможете спокойно уже даже на глаз добавлять необходимые оттенки, необходимые цвета. Но это не значит, что совсем не стоит пробовать. Просто, поверьте, так вы упростите себе жизнь. чтобы ступеньки были такими, чтобы ступеньки были такими, не сильно привлекающими к себе взгляд, не супер симметричными. Я работаю от руки такими легкими движениями, набрасываю примерно их расположение, где-то не довожу линии, и так вроде мы видим перед собой ступеньки, но в то же время они намекающие на присутствие ступеней. И именно что приводит нас к собаке, к лодке с собакой, но никак не отвлекают на себя внимание. В процессе работы обязательно прищуривайте глазки, это очень помогает увидеть, где есть какие-то тоновые ошибки. Тоновой разбор это когда мы разбираем работу и делаем какие-то вещи более светлыми, либо более темными. Здесь очень важно соблюдать баланс. Также красноватый оттенок я добавляю в отражение воды. Я начинаю прорабатывать. такие некие волны, то есть вот это вот ощущение воды должно появиться. Делаю я это за счет более светлых оттенков. Также блендером я намечаю след от самолета, но постарайтесь сильно этим не отвлекаться, потому что если переборщить, получится очень сильный край у высветленного участка. Добавляю более желтоватого у двадцать четвертого на разные участки. Это горы, прохожусь и делаю более яркой саму лодку. И также мне хочется добавить больше вот этой яркости в освещенные участки на лестнице. Делаю это о восемьдесят третьем и продолжаю также работать и с собакой, и с лодкой, прорабатывая детали, уточняю где-то форму. Мне нравится работать в совокупности маркерами и карандашами. Мне кажется, это смотрится очень здорово. Добавляет такой интересной текстуры тоже в работе. Прохожу с белой ручкой. Я еще также буду потом дорабатывать детали, потому что в процессе поняла, что хочется еще немножко где-то затемнить фон. Именно озеро рядом с собакой. И она сейчас немножко теряется. Если прищурить глаза, нужно будет это все зарабатывать. Белым карандашом я также немножко добавляю эффекты воды освещенной. Мне очень нравится делать вот такие ребешки, волны, блики такие на воде. Обязательно добавляю таких точечек, мне это очень нравится. И высветляю немножко воду с помощью белого карандаша около лестницы. Мне захотелось еще сильнее как-то затемнять саму лестницу. Именно за счет такого легкого высветления я поставила все немножко на места. Видите, я кладу такие прористые линии на воде, добавляю птиц на задний план. И также добавляю такой жизни на работу. С белой ручкой не переборщите, все хорошо в меру. Также напоминаю, что белую ручку можно слегка размазывать. Если вы где-то сделали слишком яркую заливку, можно чуть ее подправить. Продолжаю работать с фоном. И вот у меня предыдущие слои высохли полностью. Я могу затемнять, где это необходимо, места, участки. И не бояться, что маркер сильно как-то посветлеет. Все-таки он ложится уже на подложку. И будет получаться более такой насыщенный, яркий оттенок. Прорабатываю тени на лодке, особенно под собакой, и саму собаку. Добавляю ей объема. Работа над деталями это уже индивидуальный момент. И каждый должен почувствовать сам, когда ему стоит остановиться. Что еще нужно добавить, а что нет. Это приходит еще с опытом. У птиц есть освещенная сторона. И я также добавляю тени, чтобы они тоже были объемными, а не плоскими объектами где-то на фоне. Белым карандашом я также смягчила немного облака на заднем плане. Но это также можно было сделать блендером. Обязательно пользуйтесь возможностью наслаивать маркер. Это очень удобно и очень может здорово вас выручить, особенно если у вас нет большого количества оттенка. В процессе работы я немножко отставляю ее, вяжу на вытянутой руке, чтобы посмотреть, все ли мне нравится чуть-чуть вдали. Потому что когда вы смотрите на вашу работу близко, вы очень сильно погружаетесь в детали. И как раз таки отодвинув руку подальше, или вообще отставив работу как можно дальше к стенке, на полтора-два метра отодеть от работы, и вы увидите работу целиком, и поймете, что может какие-то участки сильно выделяются. Или наоборот, все слишком однотонно, однотипно, и нужно что-то выделить. В общем, какие-то ошибки, недочеты вы сможете заметить именно благодаря такому небольшому лайфхаку. С помощью карандаша я прорабатываю какие-то тоже детали, добавляю градиентов, где это необходимо. Это также можно все проделывать маркерами, это все по вашему желанию. Вот. Вот. Продолжение следует... Сейчас я делала для себя перерыв, отрисовала для вас палитру, отложила работу минут на 40, отошла, потом к ней вернулась и поняла, что мне еще стоит доделать. Очень советую делать перерывы, сделать себе чашечку горячего чая, может быть посмотреть серию любимого сериала или прогуляться и потом возвращаться к работе с отдохнувшим таким взглядом, с новым. Также в процессе я использовала два карандаша, меня часто о них спрашивают, от Faber-Castell, Polychromos, они идеально просто подходят под спиртовые маркеры, они у меня не размазываются, даже если немножко могут размазаться, тем не менее особенно в портретной живописи это не критично для меня, они почти не видны под насыщенными оттенками маркеров. Вот после отдыха я начинаю дорабатывать еще работу, где-то объединяя, затемняя какие-то участки. Вот сейчас в B125 я просто объединяю свет и тень, чуть их делаю более плавные эти переходы, чтобы горы не сильно выделялись. Этот же оттенок я добавляю на фон. С помощью G165 я сейчас тоже поработаю над деталями. Вот эта вот текстура воды, G153 прошу по фене. И снова прохожусь по G173, чтобы сделать лодку более насыщенной. Добавляю больше белого на собачку, сделаю ее более такой яркой. Также прорабатываю край лодки, чтобы она лучше читалась, чтобы она прям выделялась, как и на нашем прекрасном референсе. Отделяю немножко низ лодки от воды. Как видите, я часто использую вот этот вариант размазывания белой ручки. В BG62 я еще где-то немножечко добираю более темного оттенка. Чуть объединяю и затемняю отражение гор в воде. И опять-таки я работаю вертикальными линиями, легкими. Этот же оттенок я добавляю на сами горы. Вот такой очаровательный рисунок у нас получился. Его можно спокойно вешать на стенку. И он, думаю, будет очень многих радовать, очень симпатичный. Привлечет к себе внимание ваших гостей. И я очень советую, получайте удовольствие от того, что делаете. Включайте в себе хорошую музыку или книгу. Наслаждайтесь этими прекрасными моментами рисования. С вами была Анна Рубцова и спиртовые маркеры скетч-маркер.